ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект, позволяющий обжаловать письма счастья через интернет. Это можно будет делать на портале Госуслуг. Как заявили в Нижней Палате Парламента, нововведение избавит граждан от необходимости лично обращаться в ГИБДД и другие уполномоченные органы, чтобы выразить свое несогласие с наказанием. Однако, как сообщили ранее некоторые СМИ, не все так просто. В частности, для обжалования потребуется наличие электронной подписи на указанном портале. ТРАССА СТО ОДИН Российские страховщики назвали автомобили, чьи штатные противоугонные системы труднее всего взломать. В испытаниях участвовали 10 автомобилей, относящихся к разным ценовым категориям. Победителем соревнования стал Mercedes-Benz GLE. Серебро досталось Mazda 6, бронза Infiniti QX50. Также в пятерке оказались Mazda CX-5 и Škoda Kodiaq. Меньше всего баллов набрали Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. ТРАССА СТО ОДИН Дилеры Volkswagen начали принимать заказы на обновленный Tiguan. Цены на кроссовер стартуют с отметки 1 миллион 750 тысяч рублей. Топовая версия будет стоить минимум почти 3 миллиона. Вариантов форсировки двигателя 4, 125, 150, 180 и 225 лошадиных сил. Привод в зависимости от комплектации передний либо полный. В базе присутствуют 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя и так далее. ТРАССА СТО ОДИН На чем передвигаются российские автомобилисты, если они вдруг решили не садиться за руль? Соответствующий опрос провело агентство Автостад. Альтернативой номер один личному авто стал общественный транспорт. На втором месте оказалось такси, хотя и оно является общественным. Следующее по убыванию количества голосов набрал каршеринг. Примерно каждый десятый респондент заявил, что ходит пешком. Пользователей велосипедов и электросамокатов набралось не более 4%. ТРАССА СТО ОДИН Зарубежные эксперты раскритиковали автопроизводителей за переход на светодиодную оптику. Главное, что не понравилось специалистам, это неремонтнопригодность таких фар. Если с галогенками можно обойтись всего лишь заменой лампы, то тут придется менять фару целиком, а это недешево. Также эксперты высказывают сомнения по поводу срока службы светодиодов около 15 лет. На самом деле, говорят они, его сокращают многие факторы, например, тепло от двигателя. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН